Беседа 59, страница 385. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Иоанн 9, 34 и далее. Те, которые за истину и исповедание Христа подвергаются каким-либо бедствиям и терпят поношение, удостаиваются за то и особенных почестей. Как тот особенно приобретает имущество, кто тратит его ради Бога, и тот особенно любит душу свою, кто ее ненавидит, так равным образом тот особенно удостаивается почестей, кто подвергается оскорблениям. Так было и со слепым. Изгнали его иудеи из храма, но обрел его владыка храма. Он удален был от заразительного сонмища и очутился у спасительного источника. Был обесчестен обесчестившими Христа и почтен владыкою ангелов. Вот каковы награды за истину. Так и мы. Если здесь раздадим имущество, обретем там дерзновение. Если здесь зададим пособие страждущим, получим успокоение на небесах. Если потерпим поношение ради Бога, удостоимся почести и здесь, и там. Когда и знали слепого из храма, его нашел Иисус. Евангелист показывает, что Христос для того и шел, чтобы встретиться с ним. И смотри, чем награждает его. Первым из благ. Открывает себя слепому, который прежде не знал его, и включает его в число своих учеников. Но ты заметь, с какой подробностью повествует Евангелист. Когда Христос спросил его, веруешь ли ты в Сына Божия, слепой отвечает, а кто он? Он еще не знает его, хотя и получил от него исцеление, прежде чем приступил к благодетелю. Был слеп, а после исцеления влачим был теми псами. Итак, Христос, как некий подвигоположник, принимает его как подвижника, много потрудившегося и увенчанного. И что говорит? Веруешь ли, Сына Божия? Что это значит? После такого состязания с иудеями, после стольких слов слепого, спрашивает, веруешь ли? Спрашивает не по неведению, но желая открыть себя и показать, что высоко оценит его веру. Столько людей, говорит, поносили меня, но я не обращаю на них никакого внимания. Об одном у меня забота, чтобы веровал ты. Лучше один творящий волю Господню, чем тысячи беззаконных. Веруешь ли ты в Сына Божия? Спрашивает так, давая разуметь, что он находится здесь и слышит ответ, и уже наперед возбуждает в нем любовь к себе. Не сказал вдруг, веруй, но предложил вопрос, что же слепой? А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Глаз души любящий и усиленно ищущий. Не знает того, кого столько защищал, чтобы ты познал отсюда его любовь к истине. Он еще не видел его. Иисус сказал ему, и ты видел его, и он говорит с тобою. Не сказал, это я, но скромно и смиренно, и ты видел его. А как это еще было не ясно, то и прибавил яснее, и он говорит с тобою. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился ему тотчас. Не сказал, я тот, кто исцелил тебя, кто сказал тебе, иди умойся в сила Амы. Но умолчавший обо всем этом, говорит, веруешь ли Сына Божия. Тем не менее слепой, знак великого расположения, тотчас поклонился, что сделали немногие из исцеленных, как-то прокаженные и некоторые другие. Этим он исповедал его божественную силу. Чтобы не подумали, что сказаны им только слова, он присоединил и дело. После того, как он поклонился, Христос сказал, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. То же говорит и Павел. Что же сказать? Язычник, который не искали правду, постигли правду. Правду от веры во Иисуса. Израиль же, который искал правду от закона, не достиг правды от закона. Римлянам 9.30.31 Сказавши на суд, я в мир сей пришел, и слепого еще более утвердил в вере, и возбудил внимание следовавших за ним. А за ним шли фарисеи. Выражение же на суд, значит для большего наказания. Этим Христос показывает, что осудившие его сами осуждены, и что обвинившие его, как грешника, сами обвинены. Здесь говорит он о двух родах прозрения и слепоты, чувственном и духовном. На это ему отвечают некоторые исследовавших за ним. Неужели и мы слепы, как в другом месте и говорили. Мы никому никогда не были рабами. 8.33 И мы не от любодеяния рождены. 41 Так и здесь. Смотрят только на чувственное и стыдятся этой слепоты. Поэтому показывая, что лучше бы им быть слепыми, чем иметь зрение, Христос говорит, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». 9.41 Так как они это несчастье считали за стыд, то он и обратил это на их голову, сказав, что слепота облегчила бы для вас наказание. Так повсюду он разрушает человеческие помышления и возводит к великому и чудному разумению. «Ныне заговорите, что видим, как прежде говорил, о ком вы глаголите, что он Бог ваш». 8.54 Так и теперь. «Ныне говорите, что видим, потому что в самом деле вы не видите. Таким образом, что они считали для себя великой похвалою, то он выставляет здесь как повод к их наказанию, а вместе с тем утешает и слепорожденного в прежней слепоте. Потом рассуждает об их слепоте. Так как они могли сказать, что не по слепоте нашей не приходим к тебе, но убегаем и отвращаемся тебя, как обманщика, то против этого он и направляет все свое слово». 387 И не просто заметил евангелист, что это слышали бывшие со Христом фарисеи и сказали, «Неужели и мы слепы?» Но чтобы напомнить тебе, что это были те самые, которые прежде отстали от него и потом бросали в него камни. Некоторые действительно без твердой веры следовали за ним и потому легко переходили на сторону противников. Как же он доказывает, что он не обманщик, но пастырь? Представляет признаки того и другого, как пастыря, так и обманщика, губителя, и через то дает им возможность открыть истину. И, во-первых, показывает, кто обманщик, и тать, заимствует это название из Писаний, говоря, «Истина, истина, говорю вам, кто не дверью входит во двор овче, но перелазит Индия, тот вор и разбойник». 10.1 Заметь признаки разбойника. Во-первых, он входит неявным образом, во-вторых, не по Писаниям, что и значит «не дверьми». Здесь Христос указывает и на тех, которые были прежде Него, и на тех, которые и являются после Него, на Антихриста и уже Христов, и Уду, и Феевду, и других им подобных. И справедливо назвал Писание «дверьми». Оно приводит нас к Богу и отверждает путь Богопознания. Оно производит овец, оно охраняет и не позволяет приходить волкам. Подобно какой-либо надежной двери, оно заграждает вход еретикам, поставляет нас в безопасности от всего и не позволяет впасть в заблуждение. Если мы сами не откроем этой двери, то будем недоступны врагам. По ней мы распознаем всех, как пастырей, так и не пастырей. Что значит «во двор»? Значит, к овцам и к попечению об них. Кто не пользуется Писанием, но перелазит в Индии, то есть не идет установленным путем, но пролагает себе иной путь, тот есть стать. Видишь ли отсюда, что он согласен с отцом, потому что выставляет на вид Писание. Поэтому он иудеям говорил «Исследуйте Писание». И Моисея приводил и называл свидетелем, равно как и всех пророков. Все, говорил он, послушавшие пророков, придут ко мне. Яна 6.45 «И если бы вы веровали в Моисея, то веровали бы и мне». 5.46 И здесь он высказал то же самое, только иносказательно. А словами «Перелазит Индия» он указывал и на книжников, потому что они учили заповедям и преданиям человеческим. А закон нарушали, в чем он и укорял их, говоря, «Никто из вас не исполняет закона». 7.19 И хорошо сказал «Перелазит», а не «Ходит», потому что так обыкновенно поступает вор, желающий проникнуть за ограду и делающий все с опасностью. Видишь ли, как он изобразил разбойника? Заметь и признаки пастыря. Какие же они? А входящей дверью есть пастырь овцем. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними. И овцы за ним идут, потому что знают голос его, пред ними идет, когда выгонят их. Так указал признаки и пастыря, и разбойника. Посмотрим теперь, как он приложил к ним последующее. По всему, всему, преддверник открывает, продолжает говорить и насказательное, для большей выразительности. Если же хочет разбирать в притче, и каждое слово хочешь, то ничто не препятствует, разумеет, здесь под дверником Моисея, потому что ему верены были слова Божии. И овцы голос его слушают, и он овец своих зовет по имени, так как иудеи часто называли его обманщиком, и доказывали это своим собственным неверием, говоря, кто из начальствующих уверовал в него, 7,48, то он показывает, что по причине их неверия не его должно называть губителем и обманщиком, но их, так как они не внимают ему, и потому, естественно, исключены из числа овец. Если пастырю свойственно входить законной дверью, а он вошел этой самой дверью, то все последовавшие за ним могут быть овцами, а те, которые отступили от него, не пастыря унижают, но самих себя стучают от стада овец. А что он впоследствии себя самого называет дверью, то этим опять не должно смущаться. Он называет себя и пастырем, и овцою, указывая на различные стороны своего служения. Когда приводит нас к отцу, называет себя дверью, а когда выражает свое попечение об нас, пастырем, чтобы ты не подумал, что дело его только в том, чтобы приводить к отцу, он называет себя и пастырем. Ему преддверник отворяет овцы, слушается голоса его, и зовет своих овец по имени, выводит их. Пастырь обыкновенно поступает иначе, ходит сзади овец, но он, показывая, что всех приведет к истине, поступает не так, как они. Точно так же и посылая овец, он посылал их не в сторону от волков, но в середину волков. Это пастырство гораздо удивительнее, чем то, какое бывает у нас. А мне кажется, что здесь есть указание и на слепого, потому что и его призвал и извел из среды иудеев, и он услышал и узнал его голос. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Говорит здесь или о февде и иуде, так как все неверующие им, как говорит Писание, рассыпались, Диане 3.37, или о лже Христа, которые будут прещать впоследствии. А чтобы не сказали, что и он из числа их отличает себя от них многими признаками, и первым отличием поставляет учение, основанное на Писании. Он приводил к себе людей посредством Писания, а они привлекали не так. Вторым – послушание овец. Ему не только при жизни, но и по смерти все веровали, а тех тотчас оставили. К этому можно присокупить и третье немаловажное отличие. Те все делали как тираны и с целью возмущения, а он так далек был от подобных намерений, что когда даже хотели его сделать царем, удалился. И когда спрашивали, должно ли давать, плодать кесарю, приказал давать, и сам заплатил Дидрахму. Кроме того, он пришел для спасения овец, чтобы имели жизнь, говорит, и имели жизнь с избытком. А те лишили их и настоящей жизни. Те предали поверивших им и бежали, а он так твердо стоял, что положил и душу свою. Те пострадали против воли, по необходимости, не успев убежать, а он все претерпел добровольно и по собственному желанию. Сию притчи сказал им Иисус, но они не поняли, что такое говорил Он. Стих 6. Для чего же Он говорил им? Неясно. Для того, чтобы сделать их более внимательными. Потому, достигнув своей цели, оставляет уже неясный образ жизни и говорит таким образом. «Я, Есим, дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Девятый стих. То есть будет пользоваться безопасностью и свободою. Подпажить уже, разумеет, здесь пищу и корм овец. Та же власть и господство, то есть прибудет на ней, и никто не изгонит его. Так и было с апостолами, которые свободно входили и сходили, как бы владели всей вселенной, и никто не мог изгнать их. «Все, сколько их не приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». Стих 8. Говорит здесь не о пророках, как утверждают еретики, потому что их послушали, а через них уверовали всех, кто только уверовал во Христа, наговорил о Ферде и Иуде и других возмутителях. При том же слова «не послушали овцы» сказаны в похвалу овцам. Но нигде не видно, что он хвалил тех, которые не слушали пророков, а Визия напротив сильно обличает и осуждает их. Отсюда ясно, что это выражение не послушали, относится к тем возмутителям. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Так и было тогда, потому что все были умерщвлены и погибли. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Что же, скажи мне, больше жизни? Царство небесное. Но он еще не называет его, а употребляет известное им название жизни. Я есен пастырь добрый. Здесь говорит уже о страданиях и показывает, что подъемлет их для спасения мира и подвергается им не по неволе. Затем снова указывает признаки пастыря и наемника. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Здесь он представляет себя таким же владыкой, как и отец, потому что он сам пастырь и у него есть свои овцы. Видишь ли, как в притчах он говорит возвышение, как здесь речь прикровенна и не подает слушателям явного повода к нападению. Что же делает наемник? Видит волка приходящего и оставляет овец и бежит. И волк расхищает их. Так поступили те, но он напротив. Даже в то время, как был схвачен, он говорил, оставьте их. Досбудется слово, что никто из них не погиб. Иоанна 18,8 Но можно здесь разуметь и волка мысленного, потому что ему он не попустил расхищать овец. Но это не только волк, а и лев. Дьявол, враг ваш, ходит, говорит в Писании, как лев, рыкающий, ища кого поглотить. 1 Петра 5,8 Это змей и дракон. Наступайте на змеев и скорпионов. Лука 10,19 Страница 391 Потому умоляю, будем всегда оставаться под руководством пастыря, а мы останемся, когда будем слушать глаза его, когда будем послушны ему, когда не будем следовать за чужим. Какой же глаз его? Блаженны нищие духом, блаженны чистые сердцем, блаженны милостивые. Матфея 5 Если будем исполнять это, останемся под руководством пастыря, и волк не в состоянии будет проникнуть к нам, а если и войдет, то сделает это на свою погибель. Мы имеем пастыря, который столько любит нас, что положил за нас и душу свою. Если же он и могуч, и любит нас, то что может воспрепятствовать нам спастись? Ничто, если только мы сами не отступим от него. А как мы можем отступить? Послушайте, что говорит он. Не можете двум господам служить Богу и мамоне. Матфея 6,24 Итак, если мы будем работать мамоне, то не будем уже оставаться под владычеством Божиим. Пристрастие к богатству хуже всякого тиранства. Удовольствие не оставляет никакого, а порождает заботы, зависть, коварство, ненависть, наговоры и бесчисленные препятствия к добродетели. Беспечность, распутство, любостяжание, пьянство. А это и свободно их делает рабами, и даже хуже рабов. Рабами не людей, но ужаснейшей страстей и болезней души. Такой человек решается на многое, что противно и Богу, и людям. Из опасения, чтобы кто не исторг его из-под этого владычества. Горькое рабство, дьявольское владычество. В особенности пагубно то, что, находясь в столь несчастном положении, мы веселым духом лобызаем свои оковы и, обитая в темнице, исполненной мрака, не желаем выйти на свет, но привязываемся к злу и услождаемся болезнью. Потому-то не можем освободиться и находимся в худшем состоянии, чем те, которые работают в рудниках, потому что подвергаемся трудам и бедствиям, но не пользуемся плодами. Хуже же всего то, что если бы кто и захотел избавить нас от этого тяжкого плена, мы не только не позволяем, но еще гневаемся и негодуем, и таким образом являемся ничем не лучше безумных и даже гораздо несчастнее всех их. Потому что не хотим мы расстаться со своим безумием. Уже ли для этого явился ты на этот свет человек? Уже ли для этого ты родился человек, чтобы только разрабатывать рудники и собирать золото? Не для этого создал тебя Господь по образу своему, но чтобы ты угождал ему, чтобы достиг будущих благ и ликовался ангелами. Зачем же ты лишаешь себя такого сообщества и не сходишь до последней степени бесславия и унижения? Твой брат по рождению, разумею, рождение духовное, погибает от голода, а ты изнемогаешь от пресыщения. Брат ходит с обнаженным телом, а ты для одежды устрояешь одежды, чтобы охранить их от червей через такие покровы. Они гораздо ли лучше было бы прикрытиями тела бедных? Тогда и одежды оставались бы целыми, и ты был бы свободен от всякой заботы, и это приобрело бы тебе будущую жизнь. Если не хочешь, чтобы одежды твои съедены были молью, отдай их бедным. Они умеют хорошо вытряхивать эти одежды. Притом тело Христово и почетнее, и безопаснее шкафа. Оно не только сберегает одежды, не только сохраняет невредимыми, но и делает их блистательнее. Шкаф часто похищает вместе с платьем и через то подвергает тебя крайнему убытку. Но этому хранилищу не может повредить самая смерть. Тут не нужно нам ни дверей, ни запоров, ни бодрствующих слуг, ни других каких подобных предосторожностей. Оно недоступно ни для какой злонамеренности, и что сохраняется в нем так же безопасно, как если бы было на небесах. Туда не может проникнуть никакое зло. Мы никогда не перестанем говорить об этом, но вы не слушаетесь наших слов. А это от того, что душа наша бедна, привязана к земле и присмыкается долу. Впрочем, не подумайте, что я осуждаю всех вас в этом зле, как будто бы все вы были больны неисцельно. Если люди, упоенные богатством, заграждают свой слух для моих слов, зато обратят на них внимание живущие в бедности. Но как, скажешь, идет это к бедным? Ведь у них нет ни золота, ни многих одежд. Но у них есть хлеб и холодная вода. Есть две лепты и ноги, чтобы посетить больных. Есть язык и слово, чтобы утешить несчастного. Есть дом и кров, чтобы принять странника. Мы не требуем от бедных столько-то и столько-то талантов золота. Этого требуем только от богатых. Если же кто беден и придет к дверям других бедняков, оттого Господь наш не постыдится принять и лепту и даже скажет, что принял от него больше, чем от людей, которые подали много. Как многие из предстоящих здесь желали бы жить в то время, когда Христос во плоти пребывал на земле, чтобы быть под одним с ним кровом и разделять с ним трапезу, теперь вот это возможно. Мы можем пригласить его на вечер и вечерять с ним даже с большей пользой. Из тех, которые тогда вечеряли с ним, многие погибли, как-то Иуда и другие подобные. Между тем, всякий, кто ныне позовет его в дом свой и предложит трапезу и кров удостоится великого благословения. «Придите, говорит он благословенный отца моего, наследуйте и уготованное вам царствие от создания мира, ибо алкал я и дали мне есть, жаждал и напоили меня, был странником и приняли меня, болен и посетили меня, был в темнице и пришли ко мне». Матфея 25,34. Итак, чтобы услышать эти слова, будем одевать нагого, принимать странного, питать алчущего, напаять жаждущего, посещать болящего, ходить к находящемуся в темнице. Через это мы получим дерзновение и прощение грехов и удостоимся благ, превосходящих и слово, и ум, которых и расподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.